Меры предосторожности усилены вдвойне. У входа вас встретят специалисты, попросят обработать руки, зарегистрируют. Маска и перчатки обязательны. В этой школе обучаются всего 59 учеников. В целях безопасности занятия проходят в две смены. Учащиеся не переходят из класса в класс. Урок длится 30 минут. Ведутся только базовые предметы. В конце каждого урока проводится полная дезинфекция в каждом классе. Мы приняли меры по обеспечению безопасности детей. Все дети носят перчатки и маски. Дети с радостью идут в школу. Говорят, что дистанционное обучение для нас было удобнее, чем учеба в школе. Однако нам лучше получать знания в классе с учителем. В этом году мы сдадим государственный экзамен. Поэтому для нас прямое общение с педагогом лучше. 109 школ региона из 556 продолжают работать в обычном режиме. Все они расположены вдали от столицы и областного центра. В общей сложности в этих учебных заведениях обучаются 5850 школьников. Если в этих районах есть люди, которые контактировали с людьми с коронавирусом, школы в этом районе будут немедленно переведены на дистанционное обучение. Все зависит от эпидемической ситуации. Вот почему мы выполняем анализ каждый день. Ситуация строго контролируется управлением образования. Таким образом, вполне возможно, и малокомплектные школы в дальнейшем также перейдут на дистанционное обучение. Пожелания родителей учитываются. Синя Кубжасарова Эрмекилберген Даняр Жумагулов, Кокшия Акпарат.